Канал Дневник Рыболова Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова. Друзья мои, приехали мы на реку. В общем, план такой. Хочу сегодня забросить закидушки, брикеты брошу, возьму один фидер, попробую, может, карасика половим. Ну, естественно, брикеты, может быть, сазанщик клюнет, а может быть и лещ, а может быть и карась, неважно. В общем, что клюнет, то клюнет. Здесь я первый раз. Место интересное. Ехали по лесу, ехали, ехали, но вроде вот какую-то местину нашли. Вода снова упала, смотрю. Если видно, обратите внимание, метров пять съехала. Вот, ну ничего. Сейчас возьмем крокодильчики. Все по-простому сегодня. Сделаем заброс. Ну, как пойдет. Все покажу, друзья мои. Продолжение следует... Так, крокодил, крокодил. Ветерок. Такой уже, знаете, осенний прям. Осенью пахнет. Так, есть. Первый пошел. Так, вот здесь вообще у меня маленький-маленький такой крокодильчик, прям манюнька. Ну, ничего страшного. Кидать далеко с ним не получится. Хотя бы вот так. Бам. В принципе, все, катушки одеваем. Шел, ребята, интересную вещь. Родник. Смотрите, как бьет ключом. Родниковая вода. Сзади лес у меня. О, гляньте-ка. Интересно. Так, две катушки. Ой, уже поставил. И вот роднички. Так, заряжаем первую макушатню. Вот, посмотрим, как нажимаю, будет клевать. Хотя, не факт. Вода ушла. Я уже попадал на такую рыбалку, когда вода уходит. Это не совсем хорошо, скажем так. Так, один крючок я вставляю в брикет, а на второй одену кукурузину. Так, первая готова. Делаем первый заброс. Так, я так понимаю, русло, наверное, ближе сюда, ко мне. Так. Отлично. Все, заряжаем вторую. Блин, течение есть. Также поставлю клубничный жмых. Бывает, тоже хорошо работает. Вот. В общем, варианты такие будут. И обычный, наверное, поставлю. Так, ну, наши орки везде добираются. Это капец. Везде. Уже вроде проехала по лесу, ехал, ехал. Нифига, все опять мусором захламлено. Может, течением, конечно, приносит, но все же. Да, течение не по-детски. Сейчас шмалит, прям реально снять. Взял, поставил я 120 грамм груз. Вот, шайбу поставил такую вот. Тут отруби кукуруза. Такое, с запахом клубники. Чук, шайба. Закидываем шайбу. Так, первый удар был на первом окрушательном. Как-то так. И все. Так, ну все. Заброс выполнил. Осталось только ждать. Насадка такая, не быстро играющая. Поэтому подождем. Короче, вода стремительно уходит. Поэтому я уже попадал в такую ситуацию. Я знаю, что клева не будет. Надо срочно тогда сворачиваться, искать другое место, другую речку. Иначе мы просидим вообще без клева. Уже пройденный этап. Вода все уходит, уходит и уходит. И ветер дует и дует. Ого! Ого! Поклевка. Кто-то нас клюнул. Пока собирал одну снасть. Кто-то подклюнул у нас. Наверное, карась легко идет. Вот ух-то. Карасиамба. Ого! Бух-бух-бух. Друзья мои, ветер вообще жесткий. Я в шоке. Нашел тут мистину. Сейчас покажу. Вот она мистина. Я здесь весной был. Но, как всегда, мусор, это стабильно. Это, я даже не знаю, орки атакуют, в общем. Теперь у нас будут не свиньи, а орки. Так, есть. Водичка, как всегда, чистенькая. Тут аккуратная. Фух. Поехали на ту сторону. Там пацанчик, кстати, там вообще нереально. Это кажется, сейчас как бы ветра нет. Как бы волны особо нет. Стоять даже невозможно. Так давит ветер, что капец. Ладно, ребят. Сейчас заброшу тут макушатники, брикеты. Попробую. Если клевать не будет, будем что-то менять. Ну, посмотрим, как рыбалка пойдет. Оттуда я уехал. Там вообще выдувает воду, конкретно с водоема. Ладно, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так я убирал здесь. Я реально убирал. Я был тут два раза. Я реально почти тут все убрал. Вот результат снова рыбалки. Пусть здесь не совсем, конечно, удобный, но... Но... Сейчас пристроимся как-то. Конечно, хотел там, там поудобнее. И почище немножко. Ну, пока так. На водичка чистая, но люди немножко не совсем чистые, блин. Так, еще у нас тут есть интересное. Есть жмут, который сами прессовали. Попробуем его для эксперимента забросим. Посмотрим, как он будет работать. Значит, что-то не задалась с утра рыбалка, но ладно. Карастя уже одного все равно поймали. Уже хорошо. Вот. Не будет клевать на брикеты. Попробуем бросим червя на донку просто. Без брикета. То есть будем экспериментировать. Рыбалка – это постоянные эксперименты. Вот. Поэтому будем как-то так подстраиваться, в общем, под ситуацию. Так. Бросок. Бросок. Есть. Вот так. Так, сейчас мы… Колокольчик. Попробуем. Спрос не бьет в нос. Ну вот, посмотрим. Фу, блин. Понимаете, пыли сколько. Ой, эй, все, глаза. Друзья мои, такого рогана уже давно не было. На суперрыбу как раз. Заброс. Блин, тут что, яма? Там чуть дальше, а тут получается вот так вот идет. Ничего себе. Куда-то я прям в ямку, что ли, попал. Интересно. Сейчас поднатянем его. Так охота увидеть такой удар. Дю-дюнь. Блин. Да. Пришлось тут садиться. Хоть ветер в спину, я получается как вот в такой ямке нахожусь. Получается весь ветер поверху идет. Ну ничего, посмотрим. Нет, у меня еще фидоров есть с собой, если что. Это закидушка чисто на червя. Свинец и червь. Вот так. Вот так. Вот так. Все. Самые простые, я могу сказать, приблуды. Мне странно, друзья мои, другой момент. Черви. Ну ладно, это я понятно, закинул там на монстра. Вот, забросим на червя. Хотя бы какие-то удары были. Блин, даже червяк и тот молчит. Это вообще. Неужели такое может быть? Так, закину сейчас я холод. Протяну, посмотрю. Просто кидаю куда-то не туда, или вообще тут нету, а? Так, сейчас дипперок забросим. Посмотрим, что мы делаем не так. Винетесь снасти. Ну вообще безобразие. На червя у меня клюнула плотва одна, с ладошку. Такая жирненькая. Ну, это не клев. За целый час должно было бы было поинтереснее. Сейчас подключим его. Ну просто я не пойму. Четыре палки стоит, и клев просто безобразный. Так, сейчас телефон возьмем, посмотрим. Самое интересное, знаете что, друзья мои? Вот на картинке. Смотрите, сейчас пойдет картинка. Я вам выведу на экран. Вот глубина сантиметров, да. И идет прорисовка травы. Тупо вот. Вот трава, вот глубина реальная, да. Вот, пожалуйста. Так, рыба, друзья мои, в пол воды идет. Смотрите, рыба есть. Но она, блин, в пол воды реально. 3,70 глубина. Блин, а что, что-то она не клюет, я не пойму. Сейчас вымотаем. Но опять же, проблема в чем? Она стоит не на глубине, ну не на дне вернее, а метр от 1. Поближе, говорите, да? Ну давай. Я только за. Я, друзья мои, за любой кипиш. Вот тут, вот тут, вот тут я видел рыбу. Поближе. Во. Так, такую мощную залипуху делаем. Вот так. Все. Так, ну что наши черви? Не хотят рыбу ловить? Не хотят. Так, одел еще кукурузу. Попробуем. Клюет, друзья мои, пока ветер. Зато клюет отменно. Каждые 5 минут порывчик, колокольчик зазвенел. Ну, уже не скучно. Рыбаки поуезжали с той стороны. Им реально тупо в лицо. Это, это жесть. Не выдержали. В общем, еще стою часик. Нет, снова меняем локацию. Мы все равно рыбу найдем. Рыбу поймаем по-любому, друзья. Друзья мои, по-любому. Так, какое-то новое место, блин. Выглядит, ну, вот так. Каменистое дно. Река уже, конечно, масштабней. Надо бы хотя бы одну рыбку поймать. Потому что, ну, блин, столько проездить. Ради приличия. Уже, ладно, карась не в счет. А вот хотя бы одного сезанчика. Это было вообще идеально. Так, поставил кукурузу. Тут без макушаники. Просто тупо закидуха. Вот так. Все, закидушка. Ставим колокольчик. И, в принципе, сейчас еще пару штук бросим. Будем ждать поклевку. Вкус не совсем удобный, конечно. Но мы не ищем легких путей. Особенно сегодня. С самого утра. Ищем, ищем и никак не идем. Так. Значит, еще клубничный поставим. Там нет тупо на кукурузу. Ну, груз и кукуруза. Сюда поставим. Сюда поставим мы просто клубничный. Ой, блин, болото какое-то. Ладно, воткнем. Далеко не лезть. Вот так. По-любому. Да, это даже далековато. Ох, аппарат идет. Глубина рядом, походу. Разбаки рядом. Русло. Ну, и сносит сильно. 200 грамм грузы несет. Опять перезаброс. Да, не люблю я такие рыбалки, конечно. Но от них никуда не уйти. Надо поближе кидать. Да и все. Ну, у нас там бровка. Пусть на бровке лежит. Да, сложно на таком течении ловить. Течение просто сносит. Так. Немножко. Недалеко. Хватит. Там, где сазан. Так, промерил я эхолотом, друзья мои. Получается, ситуация какая. Здесь 8 метров идет глубина на спуск там до метра. А потом идет свал на 3 метра сразу. Ступенька. Дальше я не бросал. Ну, смысла нет. Я просто дальше не брошу. Да, он уже идет на углубление. На русло. То есть вот-вот, ну, буквально 10 метров бум от берега. И уже на свал попадаешь. Так оно и выходит. Бросаешь, а немножко он сносит и тормозит. Поклевка была какая-то. Ну, что-то она такая вялая прям. Вялая-вялая. Вялая-вялая поклевка. Дома нет никто. Так. Авантюра не удалась мне. За 2 часа ничего не клюнуло. Значит, эксперимент продолжается. Едем на следующую реку. Дружище, ты меня что, атаковать собрался? Разворачиваешься на меня, а? Я уже и так уезжаю. Один удар, ребят, был и все. Круговое движение. Третий съезд. Ну, что, друзья, приехал я на место, где у нас уже как-то было видео, где по болоту тягали. Думал, может, набралось водой. А нифига. Друзья мои, нифига она не набралась. Водой все в болоте. Ушла она еще больше. Ну, ладно, здесь я, наверное, за ночую. Наброшу все равно пару макушатников. И, скорее всего, завтра утром домой поеду. Вот такое путешествие у меня получилось. Ну, надеюсь, все-таки, может, кто-то ночью клюнет. Сделаем забросик и пусть стоят. А мы пойдем отдыхать уже. Потому что мне что-то слишком большие круги наматывал. Так, пока рыбу не поймаем, никто домой не едет. Чик. Ух ты, блин. Так, я, ребята, проехал по самым туповым местам, где раньше постоянно рыбку ловил. Оба. Телефончик. Сейчас, секунду. Оп, колокольчик. Оп. Угу. Ой. Так, колокола. Есть. Тихо. Так, теперь страшная насадка. Ой, ужас какой. Что-то творится. Крысы носят. Ого, крысы какие-нибудь, как хомяки, блин. Так, запустим еще кормочок. Сейчас мы его соберем. Уже может кто-нибудь хоть позарится на кормочок. Поставим катыш побольше. Пускай стоит. Так. Зарядим кукурузу. Кукурузку. Вот так. Вот. По зернышку. Крупному. Есть. Так, все, улочек накидал. Пойду, наверное, отдыхать. Ух, что-то тут уже так. Ветра вроде нет. Но что-то так прям свежо, друзья мои, становится. Так, ну, все заряжено вроде как. Посмотрим. Клюнет, клюнет. Если услышу. Ну, в общем, лишь бы клюнуло. Так. Утро, утро. Она бьется. Как и буду тебя вытаскивать, друг мой. Хороший. Как я тебя вытащу. Ох ты, ё-моё, ганди повел. Сазан. Сазан. Ох ты, че творит. Ох и буйный. Ой, ой, ой. Ох ты, блин. Тише, тише. Вдруг мой. Вдруг мой. Мы же должны были его поймать, ну, хоть как-то. Какие-то должны были варианты быть. Сазанчик. Ну, давай, помоги мне. По этому болоту, навряд ли, сейчас оторвется. Сейчас оторвется, ребята. Ах, блин. Прилип, прилип. Как туда зайти-то? Давай, прыгни еще сюда ближе. Как же тебя... Ё-моё. О, давай-давай. Ну, ну, давай-давай, Сазаняка. Такая ложка, ну, такой долгожданный. Такой долгожданный. Чьи-то колокольчики улетели, а тут и не пошел за ними он лежит. А-ха-ха. Ну, давай. О-о-о-о, давай, ближе-ближе-ближе-ближе-ближе-ближер-ближе-ближе. Ближе-ближе-ближе-ближер. Давай-давай-давай-давай. Кусурманина, вот. Все, ребята. Какой- LCD вы поймал. Кила-кила-ке ложка. Ой, блин. тише тише все длинный какой дикарь вот так вот ребят хоть под утро чего-то клюнула не зря мы таскались тише тише сейчас я освобожу ноги лишь все вытянув нижняя губа все по вытаскиваю перри заброшу часик на постоять и потихоньку двигаться до провисшая тоже у меня принципе могу шанина легко идет вообще так на одном акушат не надела одну кукурузку второй крючок вставил в этот в брикет шайбу теперь можно присесть такая погодка шепчет но уже 5 близ такой начинает скрещено работу ветер то ладно сейчас полтора и помчим посмотрим тут у нас вот карасики скорее всего на кармачки будут клевать но на кушать не не уверен с вечера простояли 3 макушать не у меня и получается вообще ничего не клюнула на червя не хочет любит 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 это мелочь с поставим катыш поставим катыш поставим катыш и поставим катыш сюда тоже так друзья мои на пустой кормок щука на кармачки называется так родная тебя до брошу долетишь ты не долетишь а ну давай давай приходи в себя на вместе на вообще друзья мои сазанячие здесь был видос тут были так рубился за анди коль но и писать это это платник блин на платнике да и во первых это не на платнике и вообще какая разница не могу понять ого стой 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 отдай отдай а до нифига себе катыш и только забросил ребят а шуточку наклонил кто нас там клюнул на катыш такой бойки ой карасик вот так вот катыш и рулят блин кормаки тоже только катыш и позаряжала жили сразу там поставил джинь зелень тут вообще со старта пока такой карасик чуть не уперся мне нафиг ну ладно отличный заброс вообще супер а то ши рулят катыш и рулят катыш и рулят катыш и рулят гороховые да мне клевал рядом в карасе в катыш и хоть развлекают опять кормачок глупому удар хороший прям был ну мне степени кормаки не знаю что делал не пойму так дергалась прям сильно а ну-ка там он или не там или пошел к нам ага там там что это за рыба такая забаглилась лаврушка музык кормушки накрутилась лаврентий так мы не знаю дружище ой это еще удачно нормально так друзья мои все буду на потихоньку собираться 8 утра в принципе нормально ветер подымается сейчас покажу вам уловчик вот они карасямбы благодаря беру кармачкам где-то больше десятка карасей вот и на самом низу вот он и сазан в принципе на жареху есть это более чем достаточно так что принципе рыбалка удалось рыбки подловили теперь можно с чистой душой и с чистой совестью ехать домой такая была простая рыбалка кормаки реально вырулили в этой ситуации блин на то что я делал ставку вообще никак ну такое бывает коровы пришли ладно ребят все я собираюсь хочу тут немножко подустал ну рыбалка была все равно под утром вообще отлично выспался прям код бодрый встал вчера уже под вечер правда никакой был вот все всего хорошего вам друзья мои всем пока до новых встреч на канале